Доброе утречко! Вот так мы вас встречаем. Хвостик тут вас встречает. Это означает, что я уже вернулась с барахолки. Сегодня не было настроения снимать. Вообще нет настроения в последнее время. На следующей неделе у меня там операция такая. Но не самая страшная, но может быть и неприятная оказаться. На покупочки были все-таки микроскопические покупочки. То, что мне хотелось, понравилось. Но что надо будет еще со временем пытаться добрать. Потому что сегодня купился вот такой чудесный английский старый чайник. Сахарница. Это я уже к ней приспособила свою крышечку. Потому что сахарница в Англии без крышки почему-то. Почему, не знаю. Не очень она сюда подходит, но зато будет выполнять свою практическую функцию. И молочник. Есть еще тарелочка такая же, с таким же рисунком. На ней уже пирожки. Это означает, что я уже зашла в кондитерскую и решила чем-то себя побаловать. Есть похожие тарелочки. Вот они немножко другие, но как бы примерно тот же зеленый цвет. Но там уже такая разноцветная немножко дорисовочка. Собственно, как и на этих вот предметах. Потому что здесь тоже есть такие немножко подкрашенные, очевидно, одна и та же фирма Делы. Или тогда это было так популярно делать. Покажу вам, откуда это. Надо будет по клейму поискать, ну, чтобы определить год. Вот. Серия называется Виндзор. Она красивая. Они такие вот типично английские для чаепития. То, что мне нравится. Видела много интересного, как всегда. Видела и красивые кофейные сервизы в магазине Скандинавс. По-моему, 33-го года там даже стояла дата. Но он кофейный. И кофе я не пью. И несмотря на то, что он изысканный и красивый, меня все-таки больше привлекают предметы для чаепития. Вот такая вот сахарница. Ну, пускай на ней полежит, пока эта крышечка. Она будет прикрывать сахар, если вдруг мне захочется туда положить. Хотя до сих пор у меня вот сахар вот так вот стоит. В открытой сахарнице металлической. Очень мне она нравится. Именно кусочками. Ну, и сам чайник, конечно, прекрасный, объемный. Здесь как раз, ну, минимум, я думаю, человека на 4, может быть, даже. Ну, или есть и большие кружки. Вот кружки проблема будет подобрать. Ну, буду что-нибудь, может быть, однотонное подберу. Может, чисто белые. Хотя, конечно, хотелось бы что-то увидеть вот полностью в таком стиле. Это очень-очень все такое английское, как мне нравится. Вот еще такая тарелка есть и еще одна тарелочка есть. Они все разные по размеру. Они все в одинарном варианте, но это все одна и та же серия. Поэтому можно поискать. Конечно, это в своем роде тоже какая-то охота. Что-то найти и потом устроить такое шикарное чаепитие. Что, собственно, можно и сейчас устроить. Но я уже только что попила чай, съела уже пару пирожков. Я уже себе сейчас все позволяю, потому что настроение такое, что надо себе позволить все. А вдруг потом уже не получится. Вот тут у меня этот, который я раньше покупала. Очень старенькая такая бисквитница. Там у меня лежат всякие печеньки, как видите. Печеньки покупались в магазине Lidl. Они овсяные. Есть чисто овсяные, а есть, с одной стороны, шоколад. Вот эти, конечно, послаще, повкуснее. Но пару печенек можно вот так позволить себе съесть. Больше, конечно, лучше не надо. Ну, лучше бы эти бы не позволять. Но, знаете, как совсем себя во всем ограничивать, как-то мне еще кажется не очень разумным. И из предметов непосудных понравилась шкатулочка. Хотя я уже так их много раздала. Так много раздарила. Особенно те, которые большого размера. Потому что, ну, ставить просто некуда. А у этой такой идеальный размер. Она не очень большая. Она с замочком, который закрывается. Тем не менее, здесь все сделано. И сразу становится понятно, что это чья-то ручная работа. Потому что весь этот рисунок, и, кстати, сделан он очень качественно. Он действительно привлек мое внимание именно тем, что он сделан очень качественно. Тщательно. То есть, это просто не какое-то такое, мне кажется, производство, даже пускай какой-то артели. А именно конкретно одного человека, который решил вот кому-то сделать подарок. Потому что здесь есть надпись, что это вот площадь такого-то города. И везде, как видите, даже по периметру здесь цветочки самые различные. Со всех сторон. Вот все так сделано, ну, достаточно тонко. С какими-то, попытались сделать такими переходами, тенями, полутонами. Что очень сложно, когда ты дерево обжигаешь. Какие там тона, полутона. Тем не менее, это как-то получилось. Ну, и сама площадь этого города. Кстати, надо попробовать поискать его на гугл-картах. Наверняка есть, если правильно набрать название. Вот такая вот посередине площади растет какое-то дерево. И она просто очень милая. И чувствуется, с какой любовью она сделана. Вот какая любовь к дереву, сколько времени нужно было, чтобы ее сделать. Раньше женщины вышивали крестиком или там гладью. Это тоже требовало много времени. Но мне кажется, это как-то очень умиротворяло в конечном итоге. И особенно было приятно кому-то подарить вот такой подарок, сделанный вручную. Потому что он в единственном экземпляре. Больше такого нет. Я очень рада, что она у меня оказалась. Несмотря на то, что, как я уже сказала, я со шкатулками решила завязать. Но вот иногда все равно попадается что-то такое, что ты понимаешь, что эти обещания ты сам себе, наверное, зря давал. Вот такая вот прелесть. И вот, собственно говоря, и все покупки. А можем просто так еще немножко поболтать. Я, правда, чай уже попила, но как бы за чайным столиком просто меня спрашивали, как справляться с такими состояниями беспокойства, тревоги. Особенно, когда ты живешь один. Особенно, когда какая-то вот непонятная... Ну, как везде сейчас непонятная ситуация. Мы никто не знаем. Я там периодически попадаю на ютубе на какие-то видео на тему тревожных чемоданчиков. Что делать, если у вас там отключат зимой отопление? Что делать, если случится ядерная война? И ты понимаешь, что это тебя так накручивает. Потому что бежать-то, собственно говоря, большинству из нас некуда и некому. Особенно мы здесь вот как бы в Риге, в городе городские жители. У нас нету никаких там... У большинства, по крайней мере, русскоговорящих, нету никаких хуторов, родственников на деревне или что-нибудь такое подобное. Вот мы живем в городе, и я живу, и я понимаю, что в случае что, ну, никуда я не побегу, естественно. Останусь тут, а там уже как Бог решит. Как получится, так получится. И вот все вот это, конечно, накручивается. Плюс даже если забыть вот про все вот эти моменты, недавно моя знакомая ездила на процедуру одну очень болезненную, и она одинокая, и она пыталась потом... Она уже заранее договаривалась со своими друзьями, что ее кто-нибудь привезет из больницы, но потом у всех оказались какие-то причины, никто не смог. И в конечном итоге, в общем, с большим трудом она добралась и сказала, вот так вот, чувствуешь себя очень уязвимой, особенно когда болеешь, ничего и никто тебе не поможет. И тут я с ней согласна, у меня вот примерно такой же страх перед этой уязвимостью, именно физическим каким-то, физической немощью, физическим бессилием, когда ты просто элементарно не сможешь сам себя обслужить. А, покажу вам. Так, переверну сюда. Здесь вот ко мне приехал опять, вернулся. Долгое время он был у меня у мужа, он выпросил, ему понравилось, но потом ему надоело ухаживать. Ему периодически надоедает ухаживать за всякими такими вещами, хотя они смотрятся хорошо. И он вернул мне, он тут уже за это время насажал совершенно других растений. У меня был моховый сад, а у него тут такой сад, наверное, с суккулентов, очень красивая, такая тоже под старину сделанная мини-тепличка, хотя, конечно, этим растениям не нужна тепличка. Ну, это просто такой маленький мир тут с различными кактусятами и прочими, которые вытягиваются от недостатка света. У него они вообще стояли в темном-темном углу, но там висело две лампы, одна была очень мощная. Он подсвечивал, тем не менее, они все сильно вытянулись. Ну, у меня тут какой-то дневной свет будет попадать, пускай не очень такой сильный, но все-таки я буду тоже включать вот эту сверху лампу, чтобы она подсвечивала. Надеюсь, им будет получше. Хочу еще там, может быть, парочку каких-то интересных подкупить. Для этого надо будет поехать в магазин наш, в депо. Ну вот, и когда меня спрашивали, вот что, что, где, как найти вот это, так сказать, внутри состояние, ну, хотя бы отсутствие страха или, по крайней мере, уменьшить этот страх перед всякими возможными событиями. И давайте мы сейчас переберемся в комнату, наверное, тоже на что-нибудь красивое будем смотреть и попробуем порассуждать на эту тему. Вот у меня тут такой маленький уголочек, столик, на котором какие-то предметы не так давно куплены. Я ими любуюсь, потом я либо их оставляю себе, либо кому-то раздариваю. И тут же искусственные пионы, которые выглядят просто как настоящие. Ну, и тут уже окошко с разноцветными стеклышками. Вот здесь у нас будет наша такая, так сказать, локация, местоположение, где мы еще попробуем на эту тему как-то порассуждать. Хотя, конечно, мне кажется, что здесь нет готовых рецептов, каждый ищет что-то для себя. Недавно тоже смотрела передачу. О, кстати, я вот перенесла, тоже пришлось передвинуть кое-какие цветы сюда, и теперь у меня просто такая зеленая стена. А, да, хватечка, тут зеленая стена, буквально, это очень красиво смотрится. Надеюсь, им будет хватать света. Сзади уже теперь фикус Али, он стоял сбоку. Ну, вот пришлось сделать кое-какие перестановки. Возвращаемся к столику. И варианты есть самые различные. Конечно, самое главное, наверное, здесь, в этом, это как-то себя отвлечь от этих мыслей. То есть найти что-то такое, что больше тебя переключит на себя. Ой, как-то я так выразилась. Ну, в общем, мне надо, например, в пятницу следующую оперироваться. И чтобы, так сказать, об этом не думать, я записалась к зубному на понедельник, потому что я их очень боюсь. И я теперь, конечно, думаю не об операции, я думаю только о зубном. Это, ну, клин-клином, это не самый, конечно, наверное, хороший вариант. Потому что, если так все время только такие стрессы, то себя тоже можно довести до какого-то состояния такого достаточно невменяемого. Тогда ищем позитивные моменты. Вот меня отвлекает барахолка. Хотя сегодня, как видите, не очень отвлекла, потому что мысли-то все равно какие-то крутятся. Никому не рекомендую никаких успокоительных, сильных какой-то химии. Но я думаю, что, может быть, какую-то валерьяночку попить все-таки можно. Это травки, что-нибудь еще на эту тему, пустырник. Там что еще предполагает, так сказать, такое состояние успокоительное, настойка корня пиона. Ну, что-нибудь такое, хотя бы попринимать. Может быть, для кого-то это и будет вполне, кстати говоря, успокоительно. Мне кажется, что здесь, конечно, важно иметь какое-то дело или увлечение. Если вы не один человек, то у вас либо есть родные, либо дети, либо внуки, либо если вы работаете, либо еще что-то. Ну, вот берем вариант, ну, скажем, почти, наверное, пенсионера, который уже не работает, детей и внуков то ли нет, то ли они уже все куда-то далеко разъехались, здоровья уже тоже нет. И вот тут, конечно, все очень, наверное, сложно. Может быть, у вас есть какие-то хорошие мысли на эту тему. Единственная мысль, которая приходит мне в голову, это все-таки какое-то увлечение, которое может вас захватить целиком. Какая-то кропотливая работа, требующая внимания. Вот прекрасно, если кто-то вяжет, вышивает, рисует, ну, рисует это далеко не каждому дано, шьет, пропалывает свой огородик, сажает что-то, готовит какие-то интересные по каким-то рецептам новые блюда, просто сидит, любит читать книги, читает запоем книги, что-то в интернете там для себя находит. Шопоголизм, это, конечно, может быть тоже какая-то по-своему неплохая вещь, но когда есть деньги, если их нету, то довольно глупо ходить и смотреть что-то, что ты мог бы купить. Но всегда есть какие-то недорогие покупки, тот же секонд-хенд или еще что-нибудь такое. Прогулки, меня спасают прогулки. Ну, в последнее время, так как болит нога, то я не могу ходить долго и на большие расстояния. А так, конечно, прогулки меня очень выручали, потому что природа, она, мне кажется, величайшая лекарь. В любом случае, она как-то на себя забирает очень много негатива. Пойти просто по лесу прогуляться, если есть, что растет в этом лесу в этот момент, например, осень и грибы, то это еще двойная полиза или ягоды какие-то, и потом что-то из них сделать. То есть просто себя отвлекать на что-то. Но это что-то должно нравиться, потому что если это что-то не будет нравиться, это будет какая-то рутина такая или что-то, что вы будете заставлять себя делать, конечно, никакого это вам не принесет облегчения в душе. Если человек религиозный или, по крайней мере, он в том направлении, так сказать, не против двигаться, то можно какие-то читать молитвы, ходить на службы, отмечать все вот эти праздники религиозные. Вера, мне кажется, это, конечно, прекрасно, она очень помогает многим, но не тем, кто вырос в советское время в атеизме, в школах, где это все считалось неправильным. Поэтому тоже не каждого спасет, надо сказать, искать друзей. По возможности, конечно, находить людей хотя бы с общими интересами, а для этого надо иметь эти интересы. Вот хотя бы на какие-то выставки, на какие-то кружки у нас есть такие именно для людей, не только пенсионного возраста, кружки бесплатные, где можно пойти попробовать научиться там рисовать или там лепить из глины или еще что-нибудь делать. И это, наверное, прекрасно, потому что вы будете среди людей, самое главное, не оставаться в одиночестве, это можно очень закуклиться, зациклиться на этом, куда-то выбираться. Ну вот здесь, я говорю, здесь нет готовых рецептов, здесь каждый ищет то, что ему ближе. Если есть такой человек, как я, интроверт, то я с удовольствием могу сидеть дома, смотреть какие-то передачи, читать книги, что-то там копошиться, что-то перекладывать, наводить порядок. Меня это вполне достаточно успокаивает, особенно если работы много и как бы нужно сделать такой большой объем работы. И я потом довольна, я смотрю, вот мне нравится, как все после этого выглядит. Немножко это, конечно, отвлекает, не так, чтобы глобально. Больше всего влечения. Я больше всего забываю обо всем, когда я вот ищу какие-то клейма, каких-то новокупленных чашечек и пытаюсь определить, где они сделаны, в каком году. И все про эту мануфактуру, предположим. Это мне, на самом деле, пока на данном этапе интересно. Может быть, это потом пройдет, и тоже уже надо будет искать какие-то другие заменители. Но пока это интересно, то да. Ну, у меня еще, конечно, есть возможность общаться с вами, снимать видео, что-то вам рассказывать, показывать. Привет! Привет, Хвость! Вот там стоит сеточка на дачу шарфиков. Как бы тут еще, я тут приготовила кое-какие еще вещицы. Буду отдавать, ну, где-то на неделе, наверное, после этого, как скажу, губному, потому что для меня это очередной стресс. У меня всегда там какие-то проблемы, и всегда что-то не так их врачи решают не совсем тем образом. В общем, конечно, сложно. Ну, это мои такие проблемы, мои страхи, и мне надо с ними учиться бороться тоже как-то. И пока не очень получается. А так, ну, чтобы не быть совсем беззащитным, все-таки надо какие-то хорошие отношения. Хоть с соседкой, хоть с одной, хоть с каким-то, действительно, хоть одним другом. Ну, хоть один друг, наверное, есть у каждого, или какой-то хороший сосед, или я не знаю что. Ну, по крайней мере, попробовать хоть найти друзей по интересам в каких-то таких организациях, где... Ну, вот я езжу на барахолку, это и не организация, и не что-то такое, но я нахожу там много интересных людей, с кем-то. Мы уже подружились, когда я занималась более плотно парфюмерией. У меня нашлись парфюмерные, как бы, такие подруги. Когда занималась фиалками, цветами, и активно где-то ездила, обменивалась, и участвовала там в каких-то там выставках, то у меня было очень много таких цветочных друзей. И часть из них, да, остались до сих пор, хотя интересы поменялись, но все равно друзья остались. Поэтому я думаю, что вот надо пробовать искать. Главное, не сидеть на месте, не грустить, не думать, что все вот прямо у вас ужасно, и стараться как-то мыслить более позитивно. Ну, как оно есть, так оно есть, и у кого-то жизнь легче и проще, у кого-то она тяжелее и сложнее. Но всегда есть кому хуже, чем нам, всегда есть кому лучше, чем нам. Поэтому надо как-то к этому относиться по возможности философски. Я сейчас скачала себе «Кунг-фу-панду» мультфильм. Когда-то я посмотрела первую серию, она мне очень понравилась. Она чудесная, она легкая, она даже с каким-то таким вот довольно-таки и глубоким философским подтекстом. И оказалось, что их есть еще три части, то есть всего четыре. И вот собираюсь посмотреть, что и как там. И думаю, что это меня прекрасно отвлечет. Ну, гораздо лучше, чем какой-нибудь там фильм ужасов или какие-то новости о том, где что в очередной раз там разбомбили. Поэтому будем пытаться строить свой собственный мир внутри себя и вокруг себя. И, может быть, если таких миров будет достаточно много, то они смогут и общую картину мира повернуть в какую-то другую сторону. Хвостик! Нельзя кушать растения! Нельзя! Хвостя! Что это такое? Ему нравится маленькая веточка укропа, но это же не укроп. Это же совсем не укроп. Поэтому трогать не надо. Цветочки трогать не надо. Рвать их не надо. Скажи, только скажи мне, а я все равно пойду и это сделаю. Так, все ясно. Значит, отсюда этот цветок надо убирать. Иначе мы скоро не увидим его. Он будет надкусан и надгрызен. Ладно, буду думать, что поставить на его место. А для него придется искать новое место. Вот такие вот маленькие дела. А этот все равно пришел. Скажи, я все равно укушу за этот кончик, скажи. Хвостичка! Вот у меня прогулки с хвостиком по три раза в день. Никуда не денешься. Не всегда хочется, но всегда это приходится делать. И, знаете, я уже этому даже и рада. Потому что это тоже лишние шажки. Лишний раз подышу свежим воздухом. Познакомлюсь опять с какими-то собачниками. Хотя сейчас как-то собачники реже знакомятся друг с другом. Они часто гуляют с двумя собаками. И там не подойди к ним. Иногда просто шарахаются, отходят, чтобы собаки не поспорили друг с другом. Так что уже не настолько сейчас можно подружиться, имея собачку. Раньше это было намного все проще. Тем не менее, все равно какой-то вариант. Если хотите, вот некому вам помочь, можно пойти в какой-нибудь собачий привед. Просто там выгулить собачек. Или чем-то еще кому-то найти, помочь. Подавилась. Пойти попить водички. Ну, мне кажется, что я все сказала, что хотела. На этом с вами прощаюсь. Всего хорошего. До новых встреч. А вы расскажите, что вы об этом думаете. Как убрать это состояние. Тревоги, беспокойства, ощущения, возможно, своей какой-то беззащитности перед окружающим миром. Чтобы не впасть в депрессию, чтобы не ныть, чтобы всем не надоедать, как вам плохо. Потому что никто, скорее всего, не захочет с вами общаться, если вы будете все время на такой волне. Все люди хотят какого-то позитива, хотят какого-то спокойствия, мира. И проблем хватает у каждого своих. Поэтому чужие проблемы редко кто хочет выслушивать. Учимся быть позитивными.